СМАРТ ПИПЛ Мы отправились вместе с ним для того, чтобы протестировать новый недорогой мессенджер Nokia Asha 302. С 2011 года Nokia делает акцент в продвижении линейки смартфонов Lumia. Но одновременно активно развивается еще одна серия – Asha. Ее название звучит немного забавно для нас. Это легко объясняется тем, что продажи таких телефонов ориентированы в первую очередь на Индию. Там, наверное, это звучит более привычно. Так вот, разнообразие моделей в этой серии Asha очень велико. Возьмем для примера 300-ю серию – модели с индексами 300, 302 и 303. Различий между ними не так и много. Это наличие или отсутствие сенсорного дисплея или полноформатной клавиатуры. Сегодня в нашем распоряжении модель 302, которая занимает среднее положение в линейке. Она относится к типу мессенджеров начального уровня. Внешне телефон очень напоминает бизнес-серию смартфонов Nokia E. По крайней мере, такое впечатление складывается на первый взгляд. 302 выглядит солиднее, чем за него просят. По правде говоря, когда берешь телефон в руки, впечатление немного корректируется. Все-таки чувствуется, что корпус сделан из пластика, а не металла. Отдельного внимания заслуживает QWERTY блок клавиатуры, ведь это один из главных козырей этого телефона. Если кому-либо ранее доводилось пользоваться другими устройствами Nokia с расширенной клавиатурой, переход на H302 не составит труда. Они практически идентичны. Кроме того, в новой блоке есть несколько функциональных кнопок для быстрого доступа к выбранным приложениям. Что это будут за программой, настраивают сами пользователи. Дисплей имеет разрешение 320 на 240 пикселей, что по современным меркам немного. Тем не менее, качество изображения оказалось лучше ожидаемого. Вручает небольшая диагональ экрана. Пару нареканий все же есть. Например, искажение оттенков при просмотре под углом. В мультимедийном плане телефону особенно нечем похвастаться. Возможности аудиоплеера или встроенной камеры достаточно скромны. В данной модели Nokia делает акцент на коммуникационную часть. Во-первых, в телефоне есть Wi-Fi, а для быстрого запуска управления беспроводными сетями предусмотрены отдельные клавиши. Во-вторых, установлен набор приложений для общения в социальных сетях Facebook и Twitter, а также популярный мессенджер WhatsApp. Кстати, постить обновление статусов Facebook и Twitter можно прямо из главного экрана. Многозадачности в телефоне нет. Открытым может быть только текущее приложение. Беспокоиться об уведомлениях из соцсетей не стоит, они приходят регулярно. В то же время процессору 302 оказался неожиданно мощным для обыкновенного телефона. Его тактовая частота составляет 1 ГГц. Еще одно преимущество, характерное для обыкновенных телефонов, это продолжительное время автономной работы. Регулярно используя интернет-соединение, H302 легко держит 3 дня, а при неинтенсивной нагрузке и целую неделю. H302 не является смартфоном. Это оборачивается тем, что количество доступных приложений ограничено, а многозадачность отсутствует. В то же время телефон обладает всеми необходимыми возможностями для того, чтобы зависать в социальных сетях или АМ-клиентах. И делать это без затруднений. С вами был Рао, специально для YouTube-канала Welcome Belarus. Удачи в выборе!